Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я устроилась на работу в Великобритании и без опыта работы, и при этом в сферу, о которой я вообще никогда не думала. Ну если только как любая девочка, когда в детстве варила суп из грязи и листьев и мечтала стать шеф-поваром. Наша школа присылает периодически различные письма. Это организационные, информационные письма. И в одном из таких писем была вакансия. Китчен ассистент. Я прочитала эту вакансию, мне очень многое приглянулось, понравилось. Мне показалось, что я могу справиться. Требований особо не было. Например, не нужен был опыт работы. Он как бы желателен, но не обязателен. Но единственное, там требовался сертификат food safety. Это безопасность пищевых продуктов. У меня его, естественно, нету, но мы выяснили, что можно стать онлайн. Я прошла курс онлайн, сдала тест, получила сертификат и приступила к заполнению заявки, анкеты на эту вакансию. Заявка была на 12 листов. И мне нечего было там написать. Единственное, что я написала, что у меня есть сертификат персонального тренера. В этот сертификат были включены часы нутрициологии. И, в принципе, это все. Больше ничего я не могла указать. Ну и приложила сертификат, который я прошла курс по food safety. И подала заявку. Объясню, почему, в принципе, я подала заявку. Во-первых, работа с 9 до 14. Работа в школе моего сына. Я понимала, что я могу его видеть посреди дня. Я понимала, что ему это будет большой поддержкой. Почасовая оплата. Оплата чуть выше минимальной ставки. По-моему, около 13-15 фунтов в час. Плюс, ну, тут даже дело не в деньгах и не в зарплате. Очень весомый аргумент для меня был, это английский. Я прям представила, думаю, если я пойду работать и буду полдня разговаривать на английском, и это тебе не спикинг-клаб, где ты можешь отсидеться или там отмолчаться, да и в принципе. Это не урок, где ты с одним и тем же учителем общаешься. Это совершенно другое. Я прям размечтала, что мой английский сразу вырастет, потому что очень многие имеют ошибочное мнение, что если ты приехал без знания английского в англоязычную страну буквально год, и ты свободно заговоришь на английском. Это не так. Если вы не работаете, если вы не общаетесь с людьми, откуда у вас будет английский? Если, ну, я, например, максимум ходила в магазины, общалась с продавцом, там, не знаю, small talk на улице, это был мой максимум. И не сравнить, как изменился мой уровень английского после того, как я стала работать. Ну ладно. Значит, английский был очень весомым аргументом. Я решила, что мне надо попробовать хотя бы просто пройти собеседование, потому что это тоже какой-то такой вызов самому себе, что я смогу или нет, надо подготовиться, нужно продумать, что тебе сказать. Но я не была уверена, что мне вообще позвонят, потому что я сдала практически пустую анкету. Но мне позвонили, пригласили на собеседование через неделю. Я прям даже не могла поверить, но стала готовиться. Я подготовила текст, немного рассказала о себе, я написала, что я умею, чего не умею, что я проходила, что вот я получила этот сертификат и так далее. Я выучила этот текст, репетировала. Правда, когда я репетировала, я уже, я прям представляла, как я опозорилась на этом интервью. Я прям думала об этом каждый раз, что это будет ужасно, это будет провал, что я все забуду, я не смогу ничего рассказать, я не пойму человека, что, наверное, самое такое страшное, потому что британский и английский, он, ну, отличается произношением. Наступает день Икс, я иду на собеседование, меня встречает и чар, и шеф. И не просто шеф, как я потом уже выяснила, а шеф. Он главный шеф среди всех шефов сети этой школы. И они меня собеседовали вдвоем. И вот как раз и чара я понимала очень плохо, хотя я сразу предупредила, что вот, я переживаю. Они очень дружелюбные были, и поэтому я сразу сказала, говорю, я очень переживаю за свой английский, ну, и все в таком духе. Они очень приятно с вами познакомиться, как ваши дела? И я в этот момент, я просто все забыла, я забыла, как отвечать на такие вопросы. Я забыла, что я должна сказать, что я подготовила. Ну, я все, я думала, пора бежать, уносить ноги подальше отсюда, и все, и не позориться даже. Ну, я взяла себя в руки, успокоилась, села. Они сели напротив меня, и мы начали немножечко общаться. Они так и сказали, что, ну, расскажите о себе. Я начала рассказать о себе, что-то о своем опыте работы. Не в этой сфере, но в принципе. О моем образовании, о образовании личного тренера. И они мне там задавали какие-то вопросы. Например, они вот сразу у меня спросили, что они говорят, у вас здесь сын учится? Я говорю, да, это одна из причин, почему я откликнулась на вакансию. Они были поражены, что я специально проходила тренинг и получила этот сертификат для этой вакансии. Интересный вопрос был от шефа. Он спросил у меня, а вы когда-нибудь пекли хлеб? Я говорю, конечно. И они такие, конечно, она пекла хлеб. Боже мой, она печет хлеб. И я сидела, я думала, это вопрос с подвохом или что? Я такая думаю, да вы еще не знаете, что я умею. Потом меня шеф спросил, что я больше всего люблю готовить, какие мои любимые блюда, расскажи какой-нибудь рецепт. Я это сделала. Интервью длилось где-то около 10-15 минут, довольно-таки быстро. Напоследок HR спросила, кому они могут позвонить, чтобы получить рекомендации обо мне. И я немного опешила. Я сказала, что я работала последний раз в России 7 лет назад. И я говорю, могу дать контакт, но это... Они, не беспокойтесь, это просто бюрократия, нам обязательно нужно для бумажной работы. Ну, думаю, хорошо. И вот я ухожу в собеседование, такая счастливая, потому что в голове, как я уже сказала, я сто раз опозорилась. Мне казалось, что я просто ничего не смогу ни рассказать, ни понять. И я шла безумно счастливая, потому что как будто я что-то выиграла. Эту вот маленькую победу одержала в сражении с самой собой. Я пришла домой, и буквально через час мне звонят из школы и говорят, а вы можете приступить к работе через неделю? Я немного подвисла, говорю, да, конечно. Они меня переспрашивают, это вы же были сегодня на собеседовании? Я говорю, да, это я. Ну, хорошо, приходите в офис, завтра заберите, пожалуйста, документы, заполните анкеты. Добро пожаловать в нашу команду. Я повесила трубку и думаю, наверное, я что-то неправильно поняла. Может, они что-то другое имели в виду, ну, не работу. Ладно, завтра вот я пойду, получу документы. Я привела с утра ребенка в школу. Меня встретил еще даже на улице работник офиса, сказала, ой, у меня для вас есть пакет. Я говорю, да, да, я потом попозже зайду. Я зашла, она вручила мне пакет, я его открыла, а там два договора, анкета, по-моему, и две анкеты. Да, медицинская, и мне нужен был еще сертификат, он называется DBC, это проверка на судимость и на проблемы вообще с законом. Я прихожу с этими документами домой, я понимаю, что, ну, я все правильно поняла, и 30-го числа я выхожу на работу в Великобритании, в британской школе, в школе моего ребенка. Я была безумно счастлива. Наверное, многие вообще не поймут, почему мне захотелось идти на кухню, но мне было очень интересно. И я об этом пока еще не жалею, может, пройдет время, я пожалею. Я заполнила договор и анкеты. Одна анкета была медицинская, там спрашивали, какие заболевания, есть ли у меня хронические заболевания, не болею я там гепатитом С, аллергии, ну и что-то еще. И больше, как бы, подтверждений этому всему у меня не требовали. Но есть такой момент, что здесь это просто могут проверить. Тебя могут отправить на медицинскую проверку, и если ты где-то соврал, наверное, больше ты никогда не сможешь работать в Великобритании. Ты будешь просто в черных списках. Здесь доверяют на слово, но могут проверить. Плюс я заполнила эту анкету на DBC сертификат. Он был прям такого разноцветного формата. Было страшно, там было написано, там, только в бокс, в квадратик, вписывать каждую букву отдельно печатными большими буквами. Это, я так не люблю заполнять такие анкеты, потому что кажется, что тебя расстреляют, как только ты выйдешь за край этого бокса. Вот, заполнила эту анкету, и уже 30-го числа я отдала эти документы и приступила к работе. Я пришла на кухню первый день, и как оказалось, там был этот большой шеф, шеф всех шефов, и вместе со мной в один и тот же день вышел новый шеф на этой кухне. Вот еще одна веская причина, почему я захотела туда устроиться на работу, потому что мой ребенок говорил, что еда острая, иногда слишком пересолена. И мне казалось, что я могу это изменить, что я могу как-то помочь своему ребенку, потому что он каждый раз оставался голодный в школе. Хотя по меню, которое нам присылают каждую неделю, я видела, что там выбор огромный. Ну, для столовой в школе. Кстати, сама школа бесплатная для ребенка, и питание с этого года в школах бесплатное. И вот я пришла вместе с новым шефом, и мы... Я ему рассказала, что вот у меня ребенок жалуется, что острое, что пересоленое. Он говорит, я буду это все менять, я не готовлю детям острое и соленое, вообще не понимаю, почему острое и соленое для детей. Я начинаю потихонечку вникать в работу на кухне. И меня ставят в первый же день, меня ставят на раздачу, ну, как в обычной столовой. У нас дети встают в очередь, и сначала они берут горячее, потом идут дальше, берут фрукты, там, йогурт, и уходят. И так конвейер целый день. Ну, как целый день, с 11.30 до 1.30. Каждый день приносят список, сколько человек сегодня будет обедать в столовой. 360, там, 370 человек каждый день. И вот, значит, в первый день я испытала одновременно и стресс от работы, потому что я 360 раз разговаривала с разными детьми, людьми, потому что некоторые учителя тоже обедают в столовой. Я не понимала их часто, потому что дети сами произносят слово по-другому, что-то называют по-другому, стесняются и так далее. Но было очень забавно, я весь день улыбалась, потому что каждый ребёнок меня спрашивал, а вы новенькая, а как вас зовут, а вы откуда, а как вы здесь оказались, а вы у нас останетесь, а вы такая красивая, у вас такие красивые глаза, у вас такие красивые руки. Чего мне только не наговорили, это было просто, я не ожидала такого. И, конечно же, после этого первого дня я была в восторге. Неделя была физически для меня очень трудная, потому что с 9 до 14 именно на работе ты вообще не останавливаешься, ты постоянно двигаешься. Я молчу уже про посидеть, нет, вообще нет. Мне даже телефон никогда достать. Иногда, когда мне шеф спрашивал, ну, говорил что-то по-английски, я не понимала одно-два слова, а они очень важные. У меня не было времени просто загуглить его. Ну, нет времени доставать телефон же. Просто он мне покажет как-нибудь, что он от меня хочет. И я там пыталась сообразить. Это очень тяжело. Целый день ты в движении и вообще не отдыхаешь. Даже наоборот, к концу вечера ты ещё набираешь темпа. Я расскажу чуть позже, что именно я делаю на работе и какие у меня обязанности. Потом, первую неделю мне было тяжело физически. На вторую я уже более-менее привыкла и даже мне казалось, что вот я освоилась. На третью неделю со мной мозг решил, не знаю, шутить шутки. Потому что он просто, он такой мне говорил, я устал, я не хочу понимать, я не хочу разговаривать по-английски. Вот всё, просто он выключал. Я первые два дня третьей недели мне хотелось плакать, потому что я просто не справляюсь с английским. Я не справляюсь с этой нагрузкой английского. И в один из дней я пришла, и шеф каждое утро у меня спрашивает, как мои дела. Я ему сказала, что первые две недели были легче, чем третьи. Он спрашивает, почему? Я ему объясняю. Вот с английским, я говорю, у меня иногда слова, которые я знаю, простые слова, у меня просто вот пустота. Я не могу их сказать, я не знаю, как их сказать. Я, ну просто я в ступоре. Он мне говорит, о, ничего страшного, это шутки мозга, всё будет хорошо, не переживай. И он вот всю эту неделю старался более чётко мне что-то говорить. Он смотрел мне в глаза, чтобы я точно знать, что я всё слышу, всё понимаю. Он часто что-то жестами мне показывал, и я почувствовала такую лёгкость, что всё, я справлюсь. Меня никто не гнобит за мой английский, и все к этому нормально относятся. У меня средний уровень английского, и в принципе, ну, можно справиться. Лена, давай. Ой, прошла третья неделя, потом четвёртая неделя, и я понимаю, что моё понимание английского выросло очень. Я полтора года, ну, может быть, чуть меньше, занималась с учителем английским. Я подняла свой уровень, но где-то до середины. И, естественно, ты очень привыкаешь к одному учителю, к одному человеку, который говорит, и может тебя подождать. Тут, наверное, даже самое главное, что учитель, он ждёт, пока ты сообразишь, пока ты вспомнишь слово, пока я пользовалась иногда, я подсматривала, как это переводится. Здесь у меня нету такой возможности. Меня не могут ждать, пока я соображу, и я не могу, что это подсмотреть. У меня нету на это времени. И вот за этот месяц, что я отработала, я почувствовала, насколько у меня вырос уровень понимания языка. Это сложно даже сравнить с чем-то, потому что хоть у меня и небольшой словарь, который я использую в течение дня со своими сотрудниками, или с детьми, но это 360-370 человек каждый день тебе что-то говорят. И если в целом это ожидаемые слова, то есть они заказывают у тебя еду, что не будут, иногда это неожидаемые предложения, фразы. Иногда учителям... Я как-то рассказывала в своём инстаграме, что меня сбивает с толку, как британцы строят предложения. Вот, например, подходит ко мне учитель и говорит, «Извините, мисс, я понимаю, что вы сейчас очень заняты, и, возможно, я сейчас и вовремя, но у меня сложилась такая ситуация, и я понимаю, что я добавляю к вашей работе нагрузку, и мне очень неудобно, но были бы вы так любезны, у нас просто есть три ученика, которые не смогли прийти на ланч, это не по их вине, и мы им очень сочувствуем, и мы бы хотели им помочь, и вот не могли бы вы им положить три порции еды? А я всё это время стою на неё, смотрю и пытаюсь уловить, что она от меня хочет, что она хочет! И когда я в конце слышу, что нужно три порции еды, меня прямо полностью переводят всю эту фразу, я такая думаю, а могли бы сразу просто сказать, «Мисс, дайте мне три порции еды, зачем мне столько слов?» Это тоже вносило такой небольшой стресс, но понимание, конечно, это выросло. А вот не могу сказать про разговор, про то, что я говорю. Да, словарный запас у меня вырос, но строить предложение очень сложно, особенно когда это нужно сделать очень быстро, и прямо сейчас, и у тебя нет времени даже оформить в предложение, а у меня ещё проблемы с тем, чтобы им настроить вопросы, потому что я просто перевожу, как мы по-русски говорим. И вот это сложнее. Попозже я, возможно, займусь опять английским, я жду, когда мой мозг скажет, что всё, я выдерживаю эту нагрузку, можно ещё чуть-чуть меня напрягать. Так вот, про рабочий день. Я прихожу на работу в 9 утра. Шеф начинает в 7 утра. Я с ним работаю ещё час, и в 10 утра приходят ещё два сотрудника. Чем я занимаюсь этот час? Это могут быть совершенно разные задачи. Нарезать какие-то овощи, накрошить салат. Но чаще всего я делаю картошку в мундирах, в духовке запекаю, и подготавливаю бобы на обед детям, и что-то ещё. В 10 часов приходят два сотрудника. Один готовит салаты свежие, другая готовит фрукты к подаче. И уже в 11, в 11.10 мы начинаем выставлять столы и стулья. Холл, в котором у нас обедают дети, это также и актовый зал, это спортивный зал, и это столовая. Поэтому столы и стулья мы туда выставляем, и после ланча мы их убираем. И уже в 11.45 приходят дети обедать. И вот с 11.45 до часа 30 мы раздаём еду. Мы там меняемся, кто на горячем, кто на фруктах. Иногда шеф выходит, начинает помогать нам на раздаче, потому что это такой напряжённый период, когда очень сложно. Галдёж, крики, дети. Ну, это нормально. Мы всё раздали, еду, например, и потом мы начинаем всё убирать. Загружать в посудомойку, очищать столы, продукты заматывать в плёнку, наклеивать лейблы, писать даты, всё по холодильникам, и стерилизовать поверхности всех столов, всех рабочих поверхностей. После этого мы уходим домой. Мне очень нравится, что на кухне используются очень качественные продукты. Как-то раз на сайте мы прочитали, что в школе используются продукты, которые предоставляют фермы. Мясо, рыба, овощи, фрукты. Всё фермерское и высокого качества. Это действительно так. Я была этому поражена. Мы не пользуемся заморозкой. Практически у нас заморозка, только горошек и картошка фри готовая. Готовая к жарке. Имеется в виду, что она очищенная, нарезанная. Всё остальное свежее. Вот, например, если завтра у нас в меню курица, то сегодня её доставляют. И она свежая, идёт на приготовление. Если завтра у нас рыба, сегодня нам привозят рыбу. Фрукты, овощи привозят где-то два раза в неделю. Иногда один раз в неделю, смотря какое у нас меню. По порциям я могу сказать, что, например, на 360 человек, я просто этим занималась, я варила рис, мы варим 15-20 килограмм риса. Если это, например, макароны, ну, примерно тоже 20 килограмм, потому что макароны ходят больше, чем риса. Обычно рис подаётся с мясом, а макароны у нас, вот сегодня как раз у нас были макароны. Это макароны без ничего, макароны с томатным соусом и паста с тунцом, запечённая под сыром. И вот дети, они могут выбирать, например, из горячего, как я уже сказала, у нас была сегодня паста, без ничего, можно посыпать сыром, с красным соусом и с тунцом. Также у нас идёт всегда обязательно овощи. Сегодня было брокколи. Потом, если ты не ешь макароны, у тебя другая альтернатива. Ты можешь взять картошку в мундирах запечённую, с бобами, например. Дальше ребёнок выбирает у него, он берёт салат и выбирает, какой фрукт он хочет. Или йогурт, например. После того, как я устроилась на работу, ребёнок мне перестал голодать, просто потому, что он теперь понимал структуру. Он, во-первых, не знал о том, что можно брать добавку. Он не знал, что можно выбрать вместо макарон картошку. И что, в принципе, всегда можно выбрать картошку. Он не знал, что можно в салате попросить только огурцы, потому что он не любит листья салата, например. А теперь, во-первых, все знают, что это мой ребёнок. И, естественно, если я, например, чем-то другим занята, не на подаче, они меня подзывают, я ему спрашиваю, что он хочет, и говорю, что он будет уже сотруднику. Сотрудник накладывает, что будет ребёнок. И, в принципе, теперь я знаю, как, чего готовиться. Я ему заранее говорю, так, Рома, сегодня я не на раздаче. Подойдёшь, скажешь, я буду картошку, я буду курицу, и тебе всего отдадут. И, соответственно, ребёнок теперь у меня сыт, что тоже было важным пунктом в моей работе, в том, что я откликнулась на вакансию. После того, как я отработала пару недель, HR попросила ещё, чтобы я предоставила данные, вернее, это номер, который говорит о том, что я могу работать в Великобритании. Этот номер можно получить на сайте, это что-то вроде наших госуслуг. Ты вбиваешь туда номер своей визы, и тебе сайт предоставляет номер, который говорит о том, что ты можешь работать, и с какого по какое число. У меня сейчас там сроком на год, каждый год нужно обновлять этот номер. Получается, что из документов я предоставила только свою визу, этот номер, который я получила на госуслугах, и сертификат Food Safety. И всё, в принципе. Потом ещё я на работе проходила, называется Keeping Children Safe in Education, обеспечение безопасности детей в образовании. Этот тренинг проводился в школе, и он был такой, наверное, не то чтобы не сильно приятный. Этот тренинг о том, как выявить, что в школе происходит буллинг, о том, что ребёнка обижают, или, возможно, домашнее насилие, или что-то ещё. Как тебе в этих обстоятельствах действовать, и куда тебе жаловаться. Например, интересный момент, что если ты видишь, что один ребёнок обижает другого ребёнка, ты говоришь специальному человеку, учителю, который отвечает за безопасность детей в школе. Если ты видишь, что учитель обижает ребёнка, или что-то такое, или ты считаешь, что учитель, который отвечает за безопасность детей, недостаточно проявляет внимания, то ты уже жалуешься в определённые органы. Также было сказано о том, что учителя и вообще любые взрослые не имеют права находиться наедине с ребёнком в одном помещении с закрытыми дверями. То есть если ребёнка вызывает там учитель на разговор, директор, то дверь должна быть либо открыта, либо в двери должны быть окна. Прозрачно всё. И это действительно так. В школе практически нету дверей без маленьких окошек. А также было сказано в этом тренинге о том, что нельзя закрывать глаза, если ты видишь насилие над ребёнком не в школе. То есть если ты видишь, что вашего ученика, нашего ученика, обижают родители или другие ученики вне школы, то ты тоже должен обратиться к учителю по безопасности. Мне это и понравилось, проходить этот тренинг. Это было интересно, но и немножечко тревожно, потому что поднимались довольно-таки неприятные темы. Но, конечно, радостно, что столько внимания уделяется этому в школе. Даже вот я работаю с детьми, но не совсем напрямую, как учителя. Но я тоже проходила этот тренинг. Что мне ещё нравится в этой работе, это, конечно, отдача от детей. Я бы никогда не пошла на такую работу, к взрослым, потому что это совершенно другое. Дети — это какая-то потрясающая энергетика. Они меня когда видят вне работы, на улице, они подходят ко мне, они меня обнимают, они здороваются со мной. Hello, chef! Они говорят о том, что они меня любят, что с моим приходом стало вкуснее. Я им говорю, ну, дело не во мне, дело в шефе. Они говорят, а вы наш любимый шеф! Это, конечно, очень забавно. И даже иногда, когда я стою на раздаче, они подходят и показывают мне пустые тарелки, говорят, мы всё съели, спасибо. Это, конечно, прям тяжело описать, какая отдача может быть от детей. Но и мозг они выносить, конечно, тоже умеют очень профессионально. Иногда мы шутим, что иногда нужно отойти, если ты на раздаче, попросить кого-нибудь тебя заменить, отойти, покричать в туалете и вернуться. Спустить пар. Ну, ещё не приходилось так делать, но иногда хочется. Это непросто. Работа сложная, действительно очень сложная. И, как я уже говорила, что не все могут понять, зачем это мне. Но у меня, знаете, такое ощущение, как будто бы я преодолеваю какие-то препятствия. Я развиваю себя в чём-то. И мне очень нравится, что меня настоящий шеф-повар, который работал с Рамзи, учит каким-то фишкам, каким-то секретам на кухне. И ты не узнаешь об этом просто из рецепта. Ты... Вот самое элементарное, он меня учит, как правильно использовать нож, как нарезать продукты. И я себя сейчас переучиваю, потому что я привыкла... Дома, например, я люблю маленькие ножи. Я теперь не могу резать маленькими ножами, мне нужен шеф-нож. Я хочу большой, рубить салат. Кстати, про ножи. Как-то раз я делала салат из капусты, и мне нужно было нарезать три таких огромных кочана капусты на салат. Это так сложно. Это физически трудно. У меня устали руки, у меня устали пальцы. Даже просто фиксировать нож в руке, это очень сложно. У меня болели запястья, у меня болели пальцы, у меня болело плечо, потому что вот это вот движение постоянное. Я этого не ожидала. Вот кажется, что, ну, что там готовить. Нет, это бывает очень трудно. Или, например, я готовила заготовки к рожде... У нас будет рождественский ланч, и я делала заготовки для рождественского печенья. Примерно на 500 штук. Я намесила тесто. Ну, не я, там машина месила тесто. Вышло около там 13-15 килограмм, а потом я все это там закручивала в колбаску и резала на кругляшки, на порции. У меня пальцы болели, наверное, дня два. Но какое удовольствие я испытывала, когда у меня не получалось сначала вообще прям закрутить эту колбасу, я сказала шефу, он подошел, он начал мне объяснять, в чем моя ошибка, как правильно, и у меня сразу стало получаться. И я такая, вау! Вроде бы ничего особенного, но я сразу захотела и вам рассказать, и у меня есть идея, что я сниму видео как раз по рождественскому печенью, потому что оно имеет такой аромат, прям рождество-рождество, и мне понравился сам рецепт и всякие секретики. И вам расскажу. Потом, например, я никогда, ну, вернее, я не люблю резать перец, болгарский перец, не люблю его чистить. Мне шеф показал, как это делать, и я такая, как я без этого жила? Там тоже все просто, и, возможно, надо было бы там, не знаю, заглянуть в интернет и узнать этот способ, но я об этом никогда не задумывалась. Ну, я получаю удовольствие, я люблю готовить, и, в принципе, получается, что моя работа это абсолютно та же работа, которую делает любая хозяйка у себя на кухне. Вот ты что-то готовишь, тебе нужно почистить, тебе нужно убрать за собой, стол протереть, не знаю, там, доску ополоснуть, нож сменить. Теперь тебе нужно это все нарезать, тебе нужна тара, в которой ты будешь, не знаю, смешивать, готовить салат и так далее. После этого ты используешь, не знаю, там, кастрюлю, сковородку, ты все там пожарил, тебе это нужно помыть. Хочешь руками, хочешь посудомойкой, естественно, потом тебе все за собой нужно убрать, и у нас стерилизуются все поверхности. Вот все то же самое, только на 360 человек. Ну, и нас, конечно же, четверо, правда, вот две сотрудницы, они практически ничего не готовят, вот кроме салатов и фруктов. Они больше уборкой занимаются, а мы с шефом больше готовим. Он говорит, что я должна уметь приготовить все из нашего меню. И постепенно, постепенно я действительно учусь этому. Сегодня он мне рассказывал про соус бешамель, и как его, он готовит, и в чем секрет этого соуса. И он сказал, что в следующий раз будешь его готовить ты. Две наших других сотрудницы, они вообще практически не занимаются готовкой, если только он прям супер занят. Но чаще всего это делаю я и он. Я не знаю, сколько я буду работать на этой работе. Я планирую около года, чтобы мой ребенок адаптировался. И, кстати говоря, это действительно очень сильно помогает. Как только я начала работать в школе, я вижу, как это повлияло на него. он с удовольствием идет в школу. Он совершенно другой, возвращается со школы. Он радостный, у него всегда все отлично. И когда я его вижу в обеденный перерыв, мне спокойно. И он может мне что-то быстро рассказать, что у него случилось за день. Чаще всего теперь это просто у меня все хорошо. Вот чисто моей душе спокойнее, когда я знаю, что я рядом. я вот буквально за стеной. И мне это очень нравится, конечно. Кажется, я все рассказала. Постаралась осветить все вопросы, которые мне раньше задавали. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, вы поняли мою мотивацию, почему я устроилась на эту работу. И буду вам показывать теперь некоторые рецепты. Потому что два рецепта. Вот я очень хочу снять видео. и рассказать, и показать. Потому что это рождественское печенье. И флэпджек, который здесь прям очень любят. И он действительно классный, легкий рецепт. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Спасибо за ваш интерес. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok